В сети распространяется видео о смерти задержанного ТЦК «Мужчины в Сарнах». Полиция отреагировала. Вчера в Сарнах Равенской области сотрудники полиции задержали мужчину. Сегодня сетью распространяется информация о его смерти. Об этом сообщает «Новости Украина» со ссылкой на заявление первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого. Задержание мужчины в Сарнах. Патрульная полиция Равенской области сообщила, что вчера в Сарнах инспекторы во время пешего патрулирования получили сообщение о конфликте. В ходе проверки документов выяснилось, что один из участников конфликта находится в розыске. Когда ему предложили проехать в Сарненский РТЦК для уточнения данных, он начал вести себя агрессивно и пытался покинуть место происшествия. На неоднократные предупреждения не реагировал, так что патрульные решили его задержать для составления соответствующих админматериалов. После этого мужчина пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую. Однако, по словам врача, по дороге в медицинское учреждение гражданин начал громыхать в дверь и требовать, чтобы медики его отпустили, потому что он хорошо себя чувствует. Мужчина написал отказ от госпитализации и убежал в неизвестном направлении. Информация о смерти задержанного. Белошицкий сегодня сообщил, что по ряду пабликов забрасывается информация под отрицательными заголовками, что смерть задержанного от ТЦК и полиции мужчина в Равенской области. Данная информация не соответствует действительности, а детали этого события еще вчера были сообщены официальными источниками. Задерживаемый мужчина жив и сегодня общался с представителями правоохранительных органов. «Не поддавайтесь манипуляциям, проверяйте информацию», подчеркнул он, самоубийство мужчины в ТЦК Полтавщины. Напомним, что в прошлом месяце в полтавском ТЦК ИСП сообщили, что мужчина в военкомате совершил самоубийство. По данным военных, инцидент произошел на сборном пункте, где на теле мужчины не было обнаружено признаков насилия. Полиция доставила военнообязанного в ТЦК, поскольку он был в розыске и отказался пройти ВЛК. Это явилось основанием для составления акта отказа и подготовки сообщения об уголовном правонарушении за уклонение от мобилизации. Муж ранее был осужден условно по этой же статье, но срок истек в сентябре 2024 года. В военкомате заявляют, что никакого давления на мужчину не оказывали и продолжается служебное расследование обстоятельств.